Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы дать небольшое разъяснение, одна моя дорогая сестра попросила показать некую разницу между тем, что мы позволяем собой пользоваться и манипулированием. На мой взгляд, мы с вами как служители предназначены, вообще не просто как служители, как христиане, предназначены для того, чтобы люди могли черпать от нас то, что мы можем им дать. Я уверен, что мы должны служить людям теми дарами, которые дал нам Господь. В противном случае, любое наше служение является, я даже затрудняюсь подобрать определение там. Если Бог дал нам дар, если Бог дал нам способности, то они даны не для того, чтобы мы с вами могли становиться более знаменитыми, успешными, богатыми. Они даны для того, чтобы мы могли быть полезными для других людей. Любой наш плод, любая способность, любой успех должны быть направлены на то, чтобы мы могли приносить пользу людям. То есть, чтобы люди могли пользоваться теми дарами, которые Бог дал нам. Пророк ведь не пророчествует сам себе. Евангелист не пытается проповедовать только лишь самому себе или людям, которые находятся рядом. От наших даров, от наших талантов, от наших способностей должны питаться люди. Однако, существует манипулирование. Очень многие люди, они пытаются использовать и употреблять нас не по назначению. Самый простой пример, который я могу привести, это когда человек приходит не для того, чтобы его нужда была разрешена, чтобы получить какой-то действенный совет. А он приходит для того, чтобы получить одобрение, чтобы принудить вас или уговорить занять его точку зрения. Когда люди пытаются использовать нас не по назначению, когда пророка пытаются заставить проповедовать Евангелие, когда евангелиста пророчествовать, пастора благовествовать, а учителя пасти стадо, это все результат манипуляции. Любое использование, не по назначению, любое использование вне данных нам даров и способностей, даже попытка этого является манипулированием. Поэтому мы, будучи призванными быть использованными людьми, не имеем права позволить людям нами манипулировать для того, чтобы достигать собственных целей вопреки тем дарам, которые дал нам Господь. Вы спросите, как же быть, если человек действительно нуждается в чем-то, что не является нашим даром? Ответ достаточно простой. Найдите того, кто обладает необходимыми дарованиями и отправьте этого человека туда, но не позволяйте манипулироваться. Субтитры создавал DimaTorzok